Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! С вами Роман Карасев. Сегодня 16 февраля 2024 года. Я нахожусь в Цоливке, Российский университет спорта, где проходит 23-я научно-практическая конференция, посвященная памяти выдающегося педагога, выдающегося деятеля в области самбо Евгения Михайловича Чумакова. На этой конференции присутствует много молодых ученых, которые представят свои доклады, научные работы. Мы это все снимем, а также снимем возложение цветков к памятнику Евгению Михайловичу Чумакова на Аллее Славы к Цоливке. И вы увидите много интересных докладов. Я думаю, что те, кто интересуется историей развития единоборств, самбо, дзюдо и других видов единоборств, будет полезно посмотреть это видео. И вы узнаете о новых тенденциях в научной деятельности молодых и уже достаточно хорошо зарекомендовавших себя ученых. Смотрите видеоканал «Планета дзюдо». С нами интересно. Сегодня мы начинаем нашу традиционную конференцию научно-практическую молодых ученых, посвященную памяти нашего учителя Евгения Михайловича Чумакова. Конференция проводится 23-й раз. 27 лет назад, как Евгений Михайлович ушел от нас. И мы стараемся не нарушать и ежегодно проводить эту конференцию. И, как я уже сказал, это конференция молодых ученых, где мы смотрим, подводим итог ежегодно наших научных достижений. И, по сути дела, члены жюри нашей конференции, это вчерашние аспиранты, соискатели, которые прошли через эту трибуну, защитили свои исследования, получили степень кандидата наук и сегодня уже продолжают работать в отрасли. Я хотел бы представить слово для приветствия ректору нашего университета, профессору доктору наук Сирану Сергею Геннадьевичу. Пожалуйста. День, уважаемых коллеги. Президенционно мы в феврале встречаемся на конференции, посвященной памяти Евгения Михайловича Шумакова. Наверное, символично, что, знаете, вот сам, все-таки вид спорта, скажем так, интегральный вид спорта, который вобрал в себя многие, скажем так, технико-тактические элементы из разных видов единоборств, и как так получилось, что вот эта конференция молодых ученых посвящена при памяти Чумакова, тоже она какая-то такая, знаете, интегральная, которая, вбирайте, вы не только, вот здесь слушают вопросы, там, научно-методического характера, связанные с самбо, там, ну или, допустим, с дзюдо, ну и вообще, в целом, по различным видам единоборств и различные виды борьбы, и бокс, и восточное единоборство, и фехтование. Наверное, это, да, символично, что вот как самбо, когда-то все лучшее себя вобрало, и был создан наш российский вид спорта, так и конференция, которая посвящена памяти одного из, скажем так, видных теоретиков и создателей научно-методического обеспечения развития отечественного самбо Евгения Михайловича Чумакова. Ну, мы все знаем, значит, ту знаменитую тройку отцов-основателей самбо, но вот в таком научно-методическом плане, наверное, вот их идея развил, в случае него, наверное, никто и не развил, как Евгений Михайлович. И, наверное, вот так символично, что его имя объединяет вообще все виды единоборств. И научно-практическая конференция молодых ученых, которая проходит уже в 23-й раз в стенах нашего вуза, она дает возможность проявить себя, реализовать ребятам, студентам, регистрантам, молодым ученым, которые занимаются, ну, скажем так, и научно-методическим обеспечением развития различных видов спортивных единоборств. И, конечно, никогда в спорте мы не достигнем успеха, если не будем интегрировать и для научных достижений, последние научные достижения в практику. И тема конференции, она, видите, мы, наверное, отличается своим символизмом. Интеграция науки и спортивные практики, единоборств. Потому что никогда места не добьются успеха, либо голый практик, который только вот практикой все, либо такой книжный теоретик, чистый теоретик. Всегда должно быть на разных этапах развития видов спорта всегда разные соотношения науки, практики, что друг друга дополняет. Но то, что это дополняет друг друга, тут сомнений нет. И благодаря этому развивается и спортивная наука, и развиваются виды спорта, выходят на новые этапы, новые уровни своего развития. Поэтому я желаю вам всем успешной работы. Надеюсь, что что-то интересное вы услышите. Даже я понимаю, что если никаких таких супер открытий не будет, на высших открытий никто и не ждет, что у вас там какие-то открытия на уровне премии правительства, молодым ученым или Нобелевской премии, но тем не менее пообщаться. И в такой обстановке, и в формальной обстановке обменяться мнениями, это всегда очень полезно, потому что это нам обогащает каждого из тех, кто общается, приезжает. И, знаете, происходит, может быть, не сразу, но возвращение на места, такое расширение сознания. На многие вещи вы начнете смотреть, может быть, чуть-чуть, не резко, не на 180 градусов, но, может быть, по другим углам зрения, на те вещи, которые вы посмотрели вот так. А когда посмотришь на, казалось бы, банальную проблему в несколько ценового угла зрения, то, знаете, вот, жить за игрой новыми красками. И эта проблема может разрешиться, потому что человек, к сожалению, консервативен, вот он привык, что вот так, так, а вот, а посмотришь под другим углом зрения, и будет так. А как помните, детские эти, вот, календарики вырезаны, неполядные. С одной стороны, одна картинка, а с другой стороны, посмотришь, а вот здесь другая картинка. Вот так и, так и спортивные науки. Вот здесь привык все время под одной, и у тебя в голову не приходит, что, оказывается, на проблему можно посмотреть, и оказывается, и с другой стороны, и с другим углом зрения. Надеюсь, что вот вас в сегодняшней встрече подтолкнет вот к такой вот деятельности, что, может быть, надо иногда и менять не точку зрения, но точку зрения менять. Хотя точку зрения тоже можно поменять, если вы поняли, что вы ошиблись. Не надо до последнего стоять. Да, 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 стоять и отставить до последнего, тем более понимаешь, что вы ошиблись, но тем не менее, это уже совсем, да, неправильно. Вот поэтому развивайтесь, каждое общение нас делает немножко продвинутыми, немножко умнее, и все это вместе развивает и наши виды спорта, ради которых мы здесь собрались, ну и, конечно, в первую очередь, наше все, которое сабо, которые поезда ходят, там на них написано самбо и самолеты летают, на самолетах написано самбо, вот, осталось только в космос запустить, в космический корабль, на нем написать самбо. Ну, уже летают, уже летают, ну вот видите, да, подводные ловки тогда, да, уже, самбо наше все, да, поэтому удачи вас, вам успехов, и хорошей работы. спасибо. Продолжение следует...